МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обвиняемые ввели мужчину 81-го года рождения в заблуждение и обманным путем заманили его к дому в Калининском муниципальном округе. Применив к жертве насилие, похитители потребовали у мужчины крупную сумму денег. Тот согласился, жертву отпустили, угрожая убийством, если он обратится в полицию. Кроме того, в июле 2021 года обвиняемые заманили другого мужчину 94-го года рождения на безлюдный участок у деревни Шалайково, куда потерпевший приехал на своем авто. Угрожая убийством, злодеи требовали от очередной жертвы крупную сумму денег. Потерпевший смог отвлечь внимание злоумышленников и убежать. Из его автомобиля фигуранты похитили документы и деньги. Долгое время преступления, совершенные в условиях неочевидности, оставались нераскрытыми. В апреле 2023 года в результате совместной работы следователей областного управления Следственного комитета Российской Федерации и сотрудников УФСБ России по Тверской области лица были задержаны и заключены под стражу. В рамках расследования уголовного дела проведены очные ставки, проверки показаний на месте, значительное количество судебных экспертиз, допрошено свыше 40 свидетелей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники областного УФСБ России. Объем уголовного дела составил 21 тонн. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Центрального района города Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия. По версии следствия, в 16 марта 2024 года в вечернее время молодой человек, управляя автомобилем, въехал на транспортном средстве на пешеходную зону улицы Трехсвятской города Твери. Не взирая на значительное количество пешеходов, в том числе несовершеннолетних, мужчина проехал в непосредственной близости от них, чем создало угрозу наезда автомобиля. Согласно средствам фотофиксации, на автомобиль, которым управлял молодой человек, выписано более 20 штрафов за превышение скорости. К примеру, по городу Твери он ездил со скоростью 100 км в час. В ходе следствия автомобиль изъят как орудие преступления в целях решения вопроса о его конфискации. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.